привет друзья на улице то дождь то не дождь короче погода не пойми что еще я толком даже на туда и не выходила потому что только соберусь дочь только соберусь дождь вот вроде стих хотя бы показать вам что это вчера еще мутила сейчас смотрите лук занесу в теплицу подстрелила его немножко но это последний который который я сеяла который больше всего хотела чтобы вырастить вот этот шалот деликатес видите взошло только две штучки а вот здесь не зашли ни одна штучка шаман продав шамана тут остались еще семена не знаю они тут срок большой у них я подумала что ли второй раз их посеять сейчас посмотрю какой у них там срок созревания вот этот деликатес видите очень хотела не вырос и семян не осталось их тут было очень мало так что этот понесу там в теплице у меня стоит уже две ложки exhibition парень зашло хорошо этот который прошлом году у меня был очень вкусный лук и какой-то еще там четыре сорта две ложечки там стоят этот тоже вынесу не зашли и не зашли по это потому что в веранде там делаю грандиозную перестановку чтобы побольше для чего-то еще переть и чтоб помидоры там немножко от холода прибрать другой бочочек так перец острый переставила смотрите расставила его сейчас вам покажу поближе лампы пока что еще не убрала хотела уже убирать потом там такая темень серость смотрите расставила сколько тут штук на подоконнике смотрите какой перец но это эти колокольчики ну конечно куст такой красивенный ударить кому-нибудь наверно мне столько много не надо но взошел откуда же я знала взойдет что он так хорошо взойдет и там еще стоят штучки поменьше это обалденный правда перец вот мы уже подняли в бошки хорошенько красота красота красоте не и вот этот кабачок дырявый страшный гляньте раскрыл свои дырявые листики почему такой страшненький я не понимаю вообще капец гляньте гляньте что делается это же вроде высокорослые бархатцы я что-то не пойму или это будет пересорт гляньте решил затвести первый раз такой у меня в рассаде никогда бархатцы не сели ну в смысле дома такой вот рассаде он еще один бутончик надо посмотреть я же вроде села высокорослые бархатцы вот это копеек хорошо что заметила вообще не пойми что что еще хотела показать а я наверно вам уже говорила все время забываю на говорю вот этот бальзамин конечно тот мой розовый стоит там на окне старый он очень быстро сбрасывать цветы и правда быстро появляются новые а этот смотрите ни разу еще не упал ни один цветочек как начали цвести гляньте уже все все четыре кустика уже цветут красота же будет да главное чтобы высадить во время было место и погода то это же было бы вообще супер-пупер красотень правда так сейчас что пойдем на улицу посмотрим что там делается гляньте что вчера сделала вот так вот землей закопала где двери здесь вот эта стенка где песка нету с этой стороны дверь закрывается песок не насыпешь короче утеплило пришлом году у меня так и томаты уже сидели когда начали заморозки и все спаслось даже томаты не замерзли здесь песок держит он человек и видите на выносили земли черный надо сверху песочком посыпать а я что сделала он ежевику хотела поправить его на занозу дайте домой доставать вот такая колючая ты ежевика здесь тоже прикопала там прикопала где дверь я потом ходу так и внутри ложилась под бонд и сейчас опять положила сейчас открою вторую форточку не открывала такой ветер был такой ветер был ужасный сейчас ветер стих немножко и этот самый и дождь перестал что вышло немножко походить это самосерство и плохого и халала что кружится не знаю наверно что-то все из-за погоды наверно давление нормально померила а потом сейчас вот пришла люди там деньги должны было она вот у нее тоже может из-за погоды что-нибудь не знаю состояние дурацкое вот и дождь прошел можно было что-то делать на улице но я уже ничего не хочу делать меня шатая короче водит из стороны в сторону как пьяную я вчера понакрывала свои гортензии подумала вдруг будет мороз если не открывала еще пару дней пока и будут накрытые потому что там точно какой-то день будет мороз в нашей неделе посмотрите мускарики вон голубенькие такие расцвели и вот беленькие надо разводить размножать беленькие тоже красивые а вот это такие огромные которые зимой вот эта зелень остается зимовать и даже не замерзла гляньте обалдеть и сейчас она выпустила вот эти огромные шишки они потом станут большими я обязательно покажу гляньте что делается гляньте что делается залезла и присосалась к лаванде ой боже боже ужас видите я ее кардинально обрезала и она вон пустила молодые правильно говорят надо пониже обрезать это она состаривается здесь тоже обрезала видите его на молоденькие пошли веточки они тогда будут более крупные цветочки улитка иди туда на травку смотрите сирень как раз под мороз попадет и отлично и не будет цвести как и прошлом году что же за невезуха то такая он барвинок смотрите как цветет в углу эти красные жуки сидят там не так много правда как на солнце кого-то порасползались но еще остались он тюльпанчики такие низенькие маленькие такие все на бутончиках хорошенькие правда люди ки тут прямо вы смотрите у меня тут разные разноцветные это такая бледненькая тут желтенькая есть вот такая с малиновым здесь более розовым там желтенькие желтенькие но это тоже разные это на такой высокой ножке это будет на пониже такая желтенькая интересненькая он скоро тот тюльпан раскроется желтый с красным такой интересный желтый с красным у меня их было пять штук я покупала голландский вот одну детку откопала когда грядку ту разбирала вот такая красота а кстати вспомнила вот этот желтый кустик называется керрия керрия интересное название видите не хочет свести не дает почки не знаю что я видела эти кусты уже цветут все все в цветах красиво очень даже это в артензии тоже видите укутала пускай побудут накрытая непонятная погода холодина и тюльпаны сразу видите закрылись и стоят закрытые солнышко нету и не раскрываются здесь тоже полянка полянка тюльпанчиков пойдем посмотрим что там с муравьями там где я вчера посыпала перцем с горчицей это не убиваемое дело по краю перестали шебрушать где посыпано а под камнем вон зарезали и там продолжают шебрушать может тут можно какой травой посыпать подальше от растений где-то у меня был какой-то порошок попробовать сейчас они все заберутся на эту речку на смородину все эти муравьи болото не проходит видите что делается болото и не болото потому что дождь и дождь и дождь завтра вроде без дождя как-то поменялось вроде завтра дождя не будет так что может завтра буду что-нибудь делать на улице сегодня точно не буду хотела магазин сходить но даже не пойду наверно сейчас пойду домой там сидя как-нибудь на стульчике пристроюсь и посею оставались который не зашел высею тоже и капусту попробую посеять так ну что друзья я дома подышала немножко смотрите подобирала вот такие вот плошечки которые такие поглубже чтобы уже тут могла просидеть моя рассада до высадки смотрите сколько набрала это земля чтобы присыпать отдельно все каждый комочек пальчиками все размяло все размякало все супер это лунки проливать это сами рядочки делать это семена стоят плошечки в общем все под руками чтобы не это самое не не ходить туда-сюда и буду сидя попробуй сидя ой сидя ничего не могу делать не люблю надо поучиться как-то что-то делать трухи сидя чтоб меньше нагрузка на ногу и чтоб меньше этот голова моя болташилась как я говорю сейчас немножко тут позанимаюсь и пойду наверно полежу на гвоздях может что-нибудь где-нибудь защемило ничего не пойму хотя улюда тоже сказала что у нее кружится голова наверно тогда в атмосфере что-то странное ой надо еще алену спросить она очень ой метеозависимая жуть ну что друзья кучу всего подосеяла осталась еще одна плошка не знаю надо пересмотреть семена может мне там еще что-нибудь надо посеять короче вот этот оставшийся шаман который ничего не взошел высеяла тоже ночью он будет пропадать так потом посеяла вот такой капусточки калибус мне она очень понравилась особенно в кислом виде супер пупер совойскую капусточку обожаю белорусскую посеялась светофоровских семян потом чудо на хранение что прошлом году по моему у меня плохо она взошла остатки семян так цветная капуста альфа вот это вот такая вот конусом ранняя капуста у меня июньская там уже есть теплицы на более ранее это на попозже так дальше что это у нас слава капусточка потом вот такая вот декоративная красотка помните сидела прям чуть не целую зиму у меня и тела и вот такая вот брокколи кудровая голова все я думаю предостаточно хотя у меня там еще остались какие-то сорта но больше сеять я уже точно ничего не буду сейчас же надо придумать куда это все поставить где ему прорастать дать возможность потом то можно вынести будет сразу в теплицу пока она взойдет глядишь там уже и потеплеет вот так друзья столько всяких капуст я насеяла все на сегодня все вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока